Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня вышел снова на улицу, чтобы поснимать для вас улицы Израиля и порассуждать сегодня на такую тему, как религия, вера. Я уже записывал подобные ролики на своем канале, где я рассуждал о Боге и высказывал свои какие-то мысли, как я трактую Библию, что я думаю о Боге, о вере. И время от времени ребята некоторые мне пишут и говорят, Вова, продолжи, пожалуйста, тему религии, давай эту тему порассуждаем, какие у тебя еще есть мысли. И я подумал, да, почему бы и нет. Сегодня я решил взять вас с собой на улицу, погуляем, поснимаем, покажу вам улицы Израиля и на фоне я с вами пообщаюсь и порассуждаю на тему религии, Библии, веры, на тему Бога. Надеюсь, вы, как я, не зажаты и готовы рассуждать на разные темы. Я не люблю ограничивать себя в мыслях. Если меня что-то наполняет и переполняет, я хочу об этом рассказать. Поэтому я люблю замечать мир людей, рассуждать на тему Израиля, на тему мира, на тему жизни и вообще всего, что нас окружает. Поэтому, ребята, я желаю вам приятного просмотра, хорошего настроения. Давайте просто погуляем и пообщаемся на разные темы. Всем хорошего и приятного просмотра. Мне очень нравится, что вы любознательные. И когда я снимаю улицы и то, что вокруг меня, вы начинаете интересоваться растениями, птичками и замечаете детали, о которых я умалчиваю. И вместе с вами я стал интересоваться, что вот в Израиле растет, какие растения, деревья. Вы даже знаете, как они называются и любите угадывать деревья, растения, их названия. И мне это очень нравится. Я вместе с вами запоминаю и узнаю о растениях чуть больше. И вместе с этим, также в прошлом видео, я рассказал, что квартиры в Израиле подключены к баллонам, которые дают газ. И вы удивились, сказали, что у вас вообще не так. И в Израиле, вот я стою сейчас между домами. Вот дома, улицы. Покажу, что вокруг меня. И возле каждого дома стоят газовые баллоны. Именно так люди получают газ. Вот стоит такая вот будка. И внутри стоят огроменные и тяжеленные баллоны, которые государство меняет. И вот именно так люди получают газ в Израиле. И таким вот образом мы с вами в итоге весь Израиль обследуем. И я вам во всем расскажу. Спасибо, что интересуетесь и смотрите мои видео. Вот. И сегодня я хотел порассуждать на долгожданную тему Библии и религии. Погулять, порассуждать о Боге. И начну с того, что многие, кто далек от Бога, не знают, что есть разные религии. И думают, что все верят в Бога одинаково. В основном так думают атеисты, потому что они не интересуются писаниями священными. Но так вышло, что к сегодняшнему дню существует целых четыре разных основных религий со своим учением и взглядом на мир. Я их перечислю, и это иудаизм, христианство, ислам и буддизм. Лично я считаю, что это все корни одного древа. Но чтобы увидеть картину целиком, нужно много терпения. Это вот как та притча о том, как четыре человека с закрытыми глазами трогали слона, и каждый его описывал по-своему. Кто-то трогал хобот и говорил, что это змея. Кто-то трогал ногу и говорил, что он трогает столб. Кто-то трогал ухо и говорил, что это одеяло. Но никто так и не смог сказать, что это был слон. Так и сегодня с религиями. И каждый, кто придерживается хотя бы к одной из этих четырех религий, считает, конечно же, что она единственная верная. И порой бывает даже до такой степени, что многие так радикально придерживаются своей религии, что готовы даже за нее убивать. И я, по сути, понимаю, почему так происходит. Все дело в том, что основной бог, который создал вселенные, он на самом деле настолько ревнив, об этом также сказано и в Библии, что бог, он ревнив. И он настолько ревнив, что он просто не позволит, чтобы его дети, то есть мы, отвернулись от него и ушли поклоняться каким-то другим богам. Потому что другие боги любого пантеона – это бесы, которые называют себя богами, тем самым заставляя людей отворачиваться от истинного бога. Бесы, они уводят от истинного бога. И заставляют поклоняться себе. Поэтому бог взаимно отворачивается от тех людей, кто предпочитает поклоняться другим богам, то есть бесам и демонам. Но сегодня люди уже не поклоняются сомнительным каким-то там богам. Всякие, не знаю, греческие, римские, египетские пантеоны богов и всякие другие в том числе, они остались в прошлом, и сегодня мы их можем увидеть только лишь в каких-то фильмах, может быть, книгах, играх. Но в жизни осталось четыре основных религии, которые, напомню, это иудаизм, христианство, ислам и буддизм. И они как бы по инерции продолжают враждовать между собой, доказывая, что их религия единственная верная. Но я думаю, что все эти четыре религии, это и есть одна вера в одного истинного бога. Так как то, что написано в их писаниях, они очень похожи и описывают как прошлые события, так и будущие. И пишут примерно об одном и том же. Грустно, конечно, наблюдать за тем, как люди расходятся во взглядах и отделяются от истины, создавая свою истину, создавая новые учения. Например, на сегодняшний день христианство уже раскололось примерно на 300 разных учений. Там разные взгляды и по-разному понимают Иисуса Христа. обвиняя при этом другие учения во лжи и лицемерии до такой степени, что готовы убить друг друга. Но это ведь ненормально. Так и вышло, что люди верят в одного и того же бога, но при этом продолжают друг друга ненавидеть и обвинять. Если посмотреть на религиозную историю, то сначала, конечно, был иудаизм. Все началось с евреев. Да, где-то там же зародился и буддизм. Хотя вот я о буддизме мало знаю. И мне еще предстоит его познать, изучить, что-то о нем услышать. Я просто надеюсь, что вы о нем знаете. Может быть, кто-то из вас знает больше. И вы сможете в комментариях мне о нем рассказать. Потому что мои видео, это мои рассуждения и общение вместе с вами. Надеюсь и на ваши мысли, мнения, знания. Делитесь мудростью, знаниями. И нам это всем пригодится. Вот. И затем от иудаизма произошло христианство. Просто пришел Мессия, которого все ждали. И одна часть людей приняла Иисуса Христа, а другая не приняла. И продолжили ждать своего Мессия, игнорируя вот Иисуса Христа. Мессия пришел, но далеко не все его приняли. Затем после этого произошел ислам, который взял немного от иудаизма. Взял немного из христианства и создал Ислам. Создался, появился. Который продолжал еврейскую историю, но при этом он не отвергал Иисуса. И все эти три религии стали друг друга дружно ненавидеть, доказывая, что их писания самые верные. Я сам вот живу в Израиле. И мне нет проблем помолиться о Богу и среди христиан, и среди иудеев. Мне нет проблем прославить Бога Отца нашего в церкви или в синагоге. Например, в России я часто слышу, как вот мусульманам, например, нет проблем помолиться в мечети или в православной церкви. Люди понимают, что религия об одном и том же, что там прославляют одного Бога Отца. Нужно просто это всем осознать. Но те, кто хорошо знают Священные Писания, прекрасно помнят, что там сказано. А именно, когда наступит мир и безопасность, когда люди объединятся и станут единым целым, и когда религии объединятся в одну, наступит конец света, и люди боятся этого последнего времени, потому что там нас ждет апокалипсис. Но забывают, что это неизбежно. Это время должно прийти и произойти, так как ведь там так и написано, что это будет время родовых схваток. Сейчас мы живем в моменте, когда нас зачали. Мы вынашиваем себя в утробе Бога. А когда начнется конец света, то это будут родовые схватки и освобождение. Когда мы будем готовы и объединимся и перейдем в новый мир, тогда придет Бог и освободит нас из чрева этого мира. Рождение нас это неизбежно. И собрав вот некоторые факты, я думаю, что апокалипсис произойдет уже совсем скоро по меркам вселенной. Потому что везде есть подсказки о том, что человечество выделено здесь пробыть всего 7000 лет. А сейчас миру 5782 года. И у нас есть в запасе еще примерно 1000 лет, чтобы объединиться и полюбить друг друга. должен вам сказать, что то, что я говорю, я не считаю последней и истиной, и что вот только так есть и никак иначе. Вы должны понять, что то, что я говорю и рассказываю, это просто мои мысли на сегодняшний день. Через год, через два мои мысли и мое мнение по поводу всего, что я говорю, может измениться. а если оно изменится, значит сегодняшние мои мысли не более, чем просто мысли. Но если через два-три года вы меня спросите о том же и я вам расскажу то же самое, что и два-три года назад, значит это остается для меня актуальным. И я не знаю, будет ли это актуальным через год, через два, через три, то, что я сегодня вот вам рассказываю, но сегодня я придерживаюсь именно такого мнения. И для меня это точка отсчета, начало, от чего я отталкиваюсь. И если это правда близко к истине, значит я буду это нести и рассказывать всю жизнь. А если это просто мысли и мнения, которые к реальности не имеют никакого отношения, значит они останутся для меня в прошлом, потому что я продолжаю всегда искать, двигаться и искать, если не истину, то хотя бы к ней приблизиться. и поэтому я вам предлагаю вот так же вместе нам смотреть на этот мир, вместе его изучать, проверять на прочность и делиться мыслями, и смотреть, какие имеют место жить, а какие мысли останутся просто в прошлом. Таким вот образом я просто делюсь и рассказываю, что у меня на уме. У каждого из нас так или иначе возникают вопросы, и мы хотим в них разобраться. я это видео записываю с добротой в сердце. Я желаю каждому из вас только добра, света и Божьего благословения. Просто на этом канале я хочу открыто обсуждать жизнь и все, что нас окружает. Нам жить еще долго и игнорировать некоторые моменты просто не хочется. Прошу отнестись с пониманием, дослушать мои мысли и жить дальше. Сегодня я бы хотел поговорить о христианстве, но если провести аналогию, то это касается, я думаю, и других тоже религий. Итак, есть вещи и темы, которые я бы хотел затронуть и высказаться. Мне со временем стали непонятны некоторые моменты. Я бы хотел для себя понять, например, почему православие, да и многие другие школы, и христианские учения многое от себя придумывают и добавляют в религию и веру то, чего на самом деле в Библии не написано, но выдают это за истинное учение. Много что верующим, например, в православии, папам там или батюшкам, доходит до такого, что им просто однажды что-нибудь приснится или привидится, и они это с легкостью добавляют в свою религию. Как будто это истина. И заставляют следовать этому правилу и других людей. И для меня это было самым странным и шокирующим. Они также легко меняют слова в молитве «Отче наш!» искажают смысл и учат этому других. Хотя в Библии написано, что если хоть чуть уйти от Писания, если даже изменить хоть слово, можно вообще далеко уйти в ересь и заблудиться в темноте. Нужно держаться света, то есть точному слову, шаг влево или шаг вправо, и ты уже свернул с тропы. Так и откалываются и изобретают свои учения, уходя в ересь. Многие конфессии и христианские учения очень сильно людей уводят от Библии. И так и получается, что многие христиане в итоге верят не в Библию и Иисуса Христа, а верят в православие, например, или в католицизм. Доходит даже до такой степени, что они какие-то другие вообще произведения, которые неизвестно кем были написаны, ставят их выше Библии. Выше Ветхого или Нового Завета, а искаженные молитвы считают за единственно верные, просто потому, что они никогда не открывали сами Библию, не читали учения самого Иисуса Христа. Все, что они знают об этом, лишь от пасторов, от проповедников. Многие просто ленятся открыть Библию и самим ознакомиться. Я не хочу сказать, что так везде прям плохо или искажено. Я хочу только сказать, что вы должны быть аккуратны в выборе церкви и конфессии. Нужно всегда перепроверять, что говорят пасторы. В итоге так получается, что многие верующие даже не знают того, что Иисус был еврей, и то, что Он потомок евреев, а ведь в Библии четко написано Его родословное. Возлюбленный народ Бога это Израиль, это евреи. И суть как бы в том, что каждый может принять иудаизм и стать евреем, тем самым стать избранным для Бога. В Библии нигде не говорилось создавайте все новые новые религии. Нет, но почему тогда люди продолжают создавать новые учения? Я уже говорил и повторюсь, вы не можете стать китайцем, японцем, немцем или африканцем, но каждый из них может стать евреем, получить спасение и увидеть свое имя, записанное в книге жизни. Именно поэтому Бог зачал именно еврейскую девушку Марию. И вообще вся Библия она об Израиле и об евреях. Там так и написано это Бог евреев. Даже когда любой человек принимает Бога, он получает вечную жизнь. Не в Ярославле каком-нибудь, а в небесном золотом городе Иерусалиме. И вот Иисус родился в Израиле, чтобы именно кровь еврея несла знания и заветы. И чтобы именно еврея распространяли по всему миру истину и свет. Израиль это экватор земли, центр. И Иисус не был белым или черным. Он был смуглым, как коренные израильтяне. Израиль даже считается также регионом Азии в географии. Тем самым Иисус как бы сочетал в себе все народы мира. И он должен был распространить еврейскую веру по всему свету во все стороны. В этом была его миссия. Спасение мира шло именно от возлюбленного народа Богом, евреями. И сегодня христианство распространяется по всему миру, чтобы Бог спас людей через Иисуса Христа. Он делает всех евреями. Христианство это по сути иудаизм на минималках. Если хотите, христианство это иудаизм лайт. Дело в том, что только настоящие евреи могут жить по законам Торы и соблюдать сотни заповедей. С них сильнее спросится самим Богом. Но другим народам, чтобы спастись африканцам, там, японцам и всем остальным достаточно принять христианство и соблюдать только девять основных заповедей, а не сотни, как настоящим евреям. И чтобы спастись, каждый житель земли должен признать себя сыном Бога. И только так они могут спастись и попасть в небесный Иерусалим, золотой город евреев. Это вот что касается христианства. А вот некоторые верующие в Христа меня заводят в тупик. Многие из них мне говорят, что Иисус родился где-то вообще в России, то в Украине, то вообще с неба спустился. Как так получается, что люди ходят в церковь, но не знают элементарных вещей? Почему они не знают Библию? Многие верующие называют себя христианином, христианом, но при этом они никогда не открывали и не читали Библию, не изучали Иисуса и Его Слово. Они просто игнорируют Его. Библия это, если хотите, это целый влог от Иисуса Христа, где каждый может познать лично Иисуса. Вот как вы смотрите мой видеовлог, так есть и Библия, где также написана вся жизнь Иисуса от начала и до конца, где можно его изучить полностью. Только Библию нужно не смотреть а читать. Да, понимаю, это труднее. Вот как вы смотрите видеоблогеров на Ютьюбе, так и Новый Завет. Он про нашего Спасителя. Там весь его путь без искажений от начала и до конца. Его библейский влог окончен и каждый его может изучить. Только чудо в том, что Новый Завет интерактивен и ознакомившись вы вступаете в прямой контакт с Богом. И Иисус лично с вами построит контакт и личные отношения. Он дотронется лично до вас и до вашего сердца. И я это все так говорю, потому что у меня был личный контакт с Иисусом Христом. Он меня спас и я с ним построил свои отношения. И то, что я говорю, для многих это тоже может быть ересью, потому что знакомство с Иисусом у каждого лично свое. И нельзя верить на слово, нужно самим читать Библию, знакомиться с Иисусом и у вас будет свой уникальный опыт общения с Богом. И я сегодня обо всем этом рассказываю, потому что у меня произошел с ним контакт, связь, и я не могу об этом молчать. С каждым из вас Иисус взаимодействует по-своему. На каждого из нас возложена какая-то своя миссия. И совершая грех, вы берете в долг у Бога. Как Иисус говорил, если я прощу долг тому, кто занял у меня пять монет, и тому, кто занял у меня сто монет, кто мне больше будет благодарен, если я прощу ему долг? Поэтому не бойтесь покаяться и признаться в содеянных грехах, ведь сильнее не тот, кто не падает, сильнее тот, кто падает, но продолжает вставать. Ну что ж, ребят, на этом, пожалуй, сегодня все. И, кстати, я держу вас в курсе. Сегодня 21 октября, и на улице все еще дикая жара. На улице плюс 29 градусов тепла, и на улице очень душно, жарко, как в сауне. Спасибо вам, ребята, за то, что вы смотрите мои видео. Пожалуйста, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку, и мне это очень важно и приятно знать, что я для вас снимаю видео, и мы с вами обмениваемся информацией и всем остальным, что нас наполняет, и мы вместе дружим, общаемся и идем просто по жизни. И у меня еще есть много разных тем, которые я хочу в дальнейшем записывать. И мне важна ваша поддержка, вы меня мотивируете снимать дальше и рассказывать о жизни, о мире и обо всем, что нас окружает. Спасибо, ребята, что вы со мной, мне очень приятно и важно знать. спасибо вам большое, всем хорошего настроения, приятных дней и всего вам хорошего, божьих вам благословений. Все будет хорошо. Всем пока и до скорого.